Бонжорно, сеньоры и сеньориты, дамы и господа, пани Тапанова, сегодня мы копаемся на одном из моих любимых мест, приехал я поискать динариев, а вот, ох, уйму я здесь нашел, и еще немножко, когда-то они здесь валялись у нас в достатке, а сейчас остаются только крохи, крохи после камрадов, опять выкажено, но я оптать не унываю, ищу, друзья, и не сдаюсь, ищем Ауреус, ищем Динарии, ищем металлопластику, ищем Рим. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи, монеты, награды, древние артефакты стоят очень дорого, ну а заработать на продаже антиквариата можно с помощью аукциона Виолити, Здесь профессиональные эксперты помогут вам определить вашу находку, удобная система поиска позволит узнать цену на нее, а большая клиентская база даст возможность продать по самой выгодной цене. Открывайте торги и зарабатывайте на этом деньги. Ссылки на аукцион и ютуб канал Виолити вы найдете в описании под этим видео. Друзья мои, что-то, что-то, что-то я откопал. Сейчас мы вместе с вами быстренько посмотрим, что это, и побежим дальше. По-моему, что-то древнее. Ямка неглубокая. Находочка вот здесь. Вот торчит краешек. Подозреваю, что это фибула. А вот целая ли? Сейчас мы с вами посмотрим. Такс. Такс. О! Друзья, эта фибула потеряна, если вы не в курсе, примерно 1700 лет назад. Так. Ну что, спинка. Все-таки спинка не целенькая. Эх, жаль. Жаль. Да. По-моему, это лишь кусочек. Кусочек фибулы. Так. Да. Друзья. Вот мы ее с вами и извлекли спустя этих самых 1700 лет. Вот такой вот древний предмет. Шел я снизу вверх. Потом, конечно, пойду я сверху вниз. Это уже какая-то, я думаю, 30-я полосочка. Я хожу полосочками. А как вы, друзья? Напишите в комментариях. Интересно, как вы выхаживаете свои места. И смотрите, попалась целая фибула. Вот она. Застегнутая, друзья. Ее застегнули 1700, повторюсь, лет назад. Вот. Неплохо. Вот тут только, видите, пимпочки такой вот не хватает с этой стороны. А так все целенькое. Вот такой артефактец. Отлично. Идем дальше. Эх, друзья, почти. О, как почти. Динарий, но состояние. Печаль. Облом. Вот такой вот облом. Вот у нас богиня здесь с этой стороны. Да? А здесь кто? А здесь у нас Антоша Пи. Антонин Пи. О, печаль, печаль. Но ничего. Бегу за более качественным материалом. Еще одна, друзья мои, попалась целенькая фибула. Смотрите. На этот раз такого плана. Длинненькая. Такая аккуратненькая. Целенькая. Отлично. Динариев что-то не очень пока попадается, но надеюсь, что будут. Сигнальщик отличный. И смотрю, что-то похожее. Вот, смотрите. Вот здесь. Между этими грудочками. Так. Так. Опа. Ну что? Я думаю, это то, что мы ищем. Правда, в серебре ли? Не понять. В серебре, друзья. Залипший, но в серебре. Есть! Ха-ха! Первая. Монета древнеримского, да, периода. Отлично. Что это такое? Я узнаю уже дома, а вы прям сейчас. Вот такая, друзья, монитосина. Супер. Копаемся дальше. Раз я шел по полю, эх, и нашел динарик в состоянии говно, эх, значит, то говнарик на монете баба знакомая рожа. По-моему, Фаустина. На нее похоже. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Опа! Друзья, был сигнальчик. Копнул, выкопал, переворачиваю. Ах, и чуть. Конечно, я ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не потерял. Посмотрите, какой цвет. А? Оно почти ауреус. Смотрите. 10 копеек. Ходячка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья мои, не хочу загадывать, но очень похоже еще на одну монетку. Так, достал я блок. А, сейчас мы с вами посмотрим на ВДИ, а то я в кармане ношу и не смотрю. Только все по звуку. Так, ну, глубина сантиметра вот. 25 по воздуху. Друзья, циферки 75. Смотрите, вот краешек. Эх, как бы мне хотелось, чтобы это был динарий. давайте извлекать. Опа, друзья. Ха-ха. Есть еще одна монеточка. Так, что это у нас такое? Неужели опять мы с вами не узнаем? Вернее, я прямо сейчас не узнаю. Залепленный, как всегда, здесь у нас какой-то грунт такой, что все вот эти вот монеты в страшных окислах. Ну, почищу, вам покажу. Вот так-то, друзья. Вторая монета. Супер. Отлично. Друзья мои, если вас интересуют настроечки, с которыми я хожу, да и в общем и целом, как настраивать Деус, то специально для вас. В описании под этим видео я оставил ссылочку на ролик, в котором подробно рассказываю о своих настройках. Так что, уважаемые Деусоводы, кому интересно, переходим и смотрим. и днем, и ночью. Нет, друзья, не кот ученый, а копатели ходят по этому полю и копают. Это нам местный фермер только что поведал. ой, у поли копачи, ой, у поли копачи, ой, у поли копачи, копачи, риють в день, риють в ночи. Ребята, разочарование. Думал, динарий по размеру уже выпало, извинело прекрасно, но смотрю, вот по толщине нифига это не Рим. Какой-то, наверное, Советский Союз две копейки. что ли? А нет, смотрите, не две копеечки. О, Белончик выпал. Неплохо, 10 копеек пойдет. Это у нас, друзья, серебро, хоть и низкопробное, но все же. О, 10 копеек 1923 года. Советская монеточка. Так, 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 опа, друзья, смотрите, пролетарии всех стран, соединяйтесь, РСФСР. Опа, 10 копеек 1923 года. не редкие, но все же монетка зачетная. Забираем и идем дальше. Хорошо бродить по полю, карамелькой за щекою, ну а лучше, если в поле есть находочки еще, есть находочки еще, есть находочки еще, ча-ча-ча-ча. Вот, друзья, что значит перепашечка. Хоть и хожина-перехожина, но находочки попадаются. Еще одна, друзья, фибула и снова целая. Обломанная я вам уже не показываю, вот, чтоб время не занимать. Ни ваше, ни мое. Вот. Ну, а тут вот такого плана. Хороший, хороший экземплярчик. Целенький. Такую и в коллекцию положить можно, да? Супер! День подходит к концу, друзья, а у меня еще одна находочка. Надеюсь, приятная. Сейчас мы с вами посмотрим, что это. Ну, и я думаю, что это на сегодня последнее. Как всегда, хожу между следов и выискиваю монеточки. Друзья, снова что-то, по-моему, в залипшем состоянии, но думаю, это динарий. так. О! Сейчас мы с вами рассмотрим. Я думаю, кто это. Вот такая монета. Снова не фонтан. На этот раз, по-моему, Криспина. Криспина, Криспинушка, чья жена Криспина? Комода. Вот такая вот здесь обраточка. Вот. Вот павлинчик. Вот такая вот здесь мадам. Кстати, вот с таким павлином тут мадам мне попалась была Манлия Скантила. Вот. Он немножечко, конечно же, денежек она стоит. Ну, это тоже такая похожая, но, по-моему, это Криспина. I'm in Politei. Drive here. Что? Мир у мир, друзья. По-моему, четвертый. Не отпускает меня это место. Иду к машине и, пожалуйста, по-моему, еще один. Итак, ребята, неужели в самом деле вот, смотрите, так, вот в этом махоньком комочке кажется, мне находится монеточка. Вот, смотрите. Вот. Краешек. Ну, что? Итак, и так. Ну, конечно же, это монетка. Ну, конечно же, это динарий. Так. Снова у нас все в окислах. Ой, снова такой себе сохранщик. Не о чем. Но все же. Так, кто это, друзья? Так, сразу не пойму. Марк Аврелий, что ли? Сейчас мы его немножечко протрем и вам продемонстрируем. Друзья, что-то не могу понять, а кто это такой? Борода не очень длинная. Поэтому, по-моему, ничего раритетного. Может, Луцевер? Ну, тоже, тоже не очень похож. Хотелось бы, чтобы какой-нибудь, конечно же, Диди Юлиан или Пертинакс это оказался. Обраточка, кстати, такая неплохая Конкордия. Вот, снизу написано, если вам видно. Снизу под барышней Конкордия. Вот, ну, надо чистить, надо чистить. Вот, стопроцентное серебро. Вот, а кто это? Так, и не скажу. В общем, мне на многих он похож. и на Луцевера. Какого-нибудь Элия Вера. Короче, друзья, кто это? Вы увидите на экране. А я узнаю об этом дома. Супер, друзья, четвертая монета и это просто супер класс. «Музыка» «Музыка» Продолжение следует...